Историки и археологи предоставили достаточно примеров гибели древних цивилизаций путем экологического суицида. В фантастических фильмах апокалипсис часто рисует как ужасную катастрофу, мгновенно сметающую с лица земли все живое. Но история говорит нам, что в большинстве случаев государства и народы уходят с исторической арены незаметно, буднично и без драматических эффектов. Бесконечная вереница уходящих в небытие народов прошлого посылает нам многочисленные послания, расшифровать которые нам не всегда удается. Но мощный арсенал современной науки позволяет делать выводы из грустных уроков прошлого. Сценарии гибели государств были разные. Иногда к голоду и истребительным войнам за ресурсы приводила деградация пастбищ и пахотных земель. Государство может пасть не только под ударом метеорита или гигантского цунами. Некогда цветущее государство Северной Африки исчезли без следа, потому что просто элементарно вырубили все прибрежные леса. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур или кормовой ценности пастбищ приводит к голоду, эпидемиям, коллапсу социальных институтов, маргинализации, расцвету криминала и насилия. И в конце концов к войнам, миграциям и переселению народов, сметающих на своем пути все процветающие государства. Знаменитый биолог и математик Гаррет Хардин в статье «Трагедия ресурсов общего пользования» привел математическую формулу, которая доказывает неизбежность гибели цивилизации, построенной на экспоненциальном росте потребления ресурсов, связанных с ростом населения и увеличением требований к комфорту и уровню жизни. С другой стороны, современное общество ставит требования к качеству жизни, включающие общение с дикой природой. Жизнь людей, не имеющих возможности побродить по лесу и подышать свежим воздухом, не может считаться полноценной. Идея национальных парков призвана решить эту проблему. Перед заповедниками стоят другие задачи – сохранить эталонные образцы дикой природы. А национальные парки призваны удовлетворять потребности людей в общении с дикой природой при условии щадящего режима природопользования. Подобно тому, как в мегаполисах люди добровольно отказываются от застройки части города ради возможности наслаждаться прогулками в парке. Может ли частный бизнес участвовать в организации туризма на территориях национальных парков? Как это влияет на окружающую среду? Мы считаем, что может. Ведь главная задача – соблюдать все нормы природоохранного статуса. Нарушать эти нормы не имеет право ни государственная, ни частная организация, ни частное лицо, ни высокий чиновник. Вопрос не в форме собственности, а в размере антропогенного пресса, который наносит хозяйственная деятельность. Если деятельность частной туристской компании соответствует нормам допустимой рекреационной нагрузки, то никакого криминала нет. А если природе наносится вред, то неважно, кто его нанес – государственная или частная структура. В любом случае это преступление. Задача государства, как собственника ООПТ, наладить эффективную систему экологического мониторинга, вовремя распознать риски и угрозы, которые может нанести хозяйственная деятельность, и пресекать эти угрозы. Но туризм на этих территориях развивать надо. С этим были согласны все участники Круглого стола «Современное состояние и пути развития туризма» в ООПТ, собравшиеся 26 февраля в Алматы в рамках проекта «Проон» по сохранению биоразнообразия. Государственно-частное партнерство. В течение дня обсуждалось современное состояние туризма на особо охраняемых природных территориях, существующие проблемы, а также пути и перспективы развития туризма. Поднимались вопросы взаимодействия ООПТ с местным населением и государственно-частного партнерства. В работе Круглого стола приняли участие исполняющие обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Кайрат Устемиров, заместитель председателя, член правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Атамикен Юлия Якубаева, руководитель управления регионального развития и инвестиционных проектов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Жалгас Балбожин, координатор проекта ПРООН по сохранению биоразнообразия Талгат Кертишев, руководитель управления туризма Алматинской области Жанара Алшимбаева, представители КАЗНУ имени Альфараби, Университета Туран, Института географии, НПО, а также руководители всех ООПТ Казахстана. Модератором первой части встречи был Кайрат Густемиров, он же выступил со вступительным словом. В местах массовой информации прошли такие неоднозначные путь, что комитет лесного хозяйства продает уникальные места, у него заповедники продает. Поэтому еще раз хотел бы сказать, что мы не продаем и не передаем в аренду национальные парки, заповедники. То есть в соответствии с законом особоохранения природной территории мы предоставляем участки особоохранения природной территории, долгосрочного пользования для развития туризма. Также хотелось бы отметить, что эта работа, не сейчас мы ее начали, эта работа ведется с 2008 года. То есть в 2006 году в закон об особоохранении природной территории была включена норма по предоставлению именно участков. И мы в течение 2007-2008 года разработали генеральный план развития туризма в федеративных и национальных парках и где-то с 2008 года начали эту работу. За это время мы уже предоставили порядка 200 участков на территории особоохранения природной территории, общей площадью около 10 тысяч гектаров. А презентацию мы провели в целом просто активизацию этой работы. Кайрата Устемирова поддержала заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Атамикен Юлия Якубаева. Мы на самом деле приветствуем ту работу, которую сегодня ведет комитет вельсного хозяйства и животного мира в плане расширения возможностей для развития эко-туризма. Действительно, это очень важный вопрос, тем более, что мы все стоим в преддверии выставки Экспо, мы все понимаем приоритеты по развитию внутреннего туризма. Поэтому то окно возможностей, которое сегодня открывается по, наверное, развитию инфраструктуры, прежде всего, наших парков, по привлечению туда людей, чтобы не только вы сами, как руководители национальных парков, но и как можно больше нашего населения видели прекрасную сторону нашей страны, наверное, как бы этим окном возможностей нужно пользоваться. Естественно, с учетом всех требований экологического законодательства и с учетом того, что, наверное, действительно более правильно в этих парках развивать такие формы сотрудничества государственного бизнеса, как государственное частное партнерство в виде концессии, доверительного управления и так далее. Известный бизнесмен, руководитель канала о туризме и природе Туран-ТВ Роман Батабеков назвал предпринимателей, готовых инвестировать свои деньги в нацпарки, настоящими патриотами. Уверяю вас, что красивее, не с чем Арманды, Арманды, Арманды и Казахстан. Нет, нам есть, что показать. Но, к сожалению, мы становимся свидетелем, когда приезжает в ответ наши туристы из зарубежных стран, зачастую видим то, что мы видим сейчас. Поэтому, когда сейчас говорят о призматизации национальных парках, да, я уже выступал по СМИ везде, и руководство, и министр поздно говорило, допустим, и Харажев, например, говорю, тогда нужно понимать правильно, что дарился туалет, только право пользования, а теперь так маленьким участкам, там, на полгектара, там, где-то, да, эта процедура была раньше, но она не была пропагандирована, неправильно понятна была. А сейчас, в принципе, все понимают, что мы это делаем только для того, чтобы наши туристы приходили на участки, где посещаемо, посещаемо, где были нормальные туалеты, вода, питание, ну, там, некоторые маленькие удобства, которых, к сожалению, честно скажу вам, мало, а может, даже нету. Поэтому, пусть это не пугает, члены вот через СМИ, хотел бы просто сказать, что это инвестиции, это ягодные инвесторы, которые небезразличны от Краснодара Казахстана, и поэтому те ребята, которые инвестируют в этот бизнес, туристический бизнес, это, наоборот, патриоты, это люди, которые свои деньги платят, причем, смотрите, пять национальных парков объявила тендер, и вы что, думаете, было куча людей? Вот свидетелей здесь, да, нет, потому что там тоже же есть риски, инвестор, ягодный инвестор, не заморский инвестор, а наш, казахский, Буэсунхал, Джигетер, да, есть рамки, надежные структурные подразделения, как бы, вы будете в Аталии и пальчиком стучать, да, а инвестор, хотелось бы, он же построит свои деньги, и это оставит государство, поэтому хотелось бы такое равное, это самое, как, равнобрание, чтобы было. Тут уместно вставить слова генерального директора самого известного и посещаемого ГНПП, или Алатауский, который находится рядом с крупнейшим мегаполисом страны. На Японии массовое посещение парков происходит в летний сезон. Менее высокое, менее всего туристы отдыхают в зимний период. В развитии туризма можно выдвигать следующие проблемы национального парка. Это рекреационная нагрузка. Соответственно, 2-х миллионов мегаполисов приводит к очень большим рекреационным нагрузкам на туристические зоны и на Алтавскую национальную базу. Согласно законодательству, в области ОПД используют территории особого режима, строго регламентированных. Эти два факта противоречиваются другому. Но, с другой стороны, наибольшее количество посетителей это хорошие системные условия, обслуживание и подвести нормативно-правые акции по отношению оградающих условий. Следующее выступление затрагивало не менее горячий вопрос. Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Сакен Калкаманов презентовал Общественный совет при Алматинской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. В Общественный совет при Алматинской территориальной инспекции вошли руководитель областной территориальной инспекции Тимирлан Мамиев, лидер партии Табигат Мелс Елеузисов, основатель компании «Сеймар» Маргулан Сейсимбаев, кинопродюсер Мурат Нугманов, учредитель телеканала Туран-ТВ Роман Батабеков и другие известные люди. Это состав общественной группы контроля при Алматинской области, которая будет по пяти национальным паркам берут за поведение к Алматинскому. Господин Джуссу Паяков, я хочу его представить, это член комиссии животного мира, лесного хозяйства и водного хозяйства при Общественном совете Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Вот здесь глаза и души Общественного совета. Общественные советы – дело новое для казахстанской системы лесного и охотничьего хозяйства. Поэтому инициатива «Сверху» встретила критику со стороны некоторых директоров ООПТ. По их мнению, общественность и так не остается в стороне, имея такие средства связи, с помощью которых каждый гражданин может пожаловаться куда надо. На это пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Сакен Калкаманов дал разъяснение. Сейчас они натилены большими полномочиями. Это поручение президента, и мы обязаны ему удовольствовать. И это закон уже об Общественном совете. Это закон, и депутаты приняли здесь, пожалуйста. Здесь уже мы обсуждению не подлежим, потому что это рекомендательный, рекомендательный. Там есть определены функции, где они могут вплоть до бюджета даже зайти и проверить, как распределяется бюджет того или иного нацпакта. Вот в этом, это и есть сила этого Общественного Совета. И органа, рабочего органа этого Общественного Совета, комиссии по животному миру и группы общественного контроля. Цель одна. Цель сохранения нашей пруды. А не надо думать, что мы соперники друг другу, или мешаем друг другу. Надо наоборот, как бы, сдружиться. И Общественный Совет должен без ваших сотрудников ехать и смотреть работу тех же заповедников, или заказников, или вообще. У нас на самом деле расцветает же браконьерство. У нас на самом деле рыбы нет уже. Это, как бы, далеко и долго говорить. Для этого мы хотим внести свой вклад какой-то. Вопрос доверия у меня чувствительный, потому что я, как общественный деятель, если я завтра буду потакать действия нацпарков и какой-то бардак, вся грязь, которая сегодня идет в отношении их, она будет истиннее в отношении меня. Автоматом. Автоматом. Мне придется не допускать, значит, я должен смотреть их документы, бюджет, куда направляются средства, и что они строят, их планы и так далее. И проверять в этом плане, что они выполняют свои планы, функции или нет. И объяснять населению. И в этом плане мы больше обществе нанесем функцию легитимизации тех решений, которые принимают наукные административы и нацпарков. Потому что иначе получается противостояние общества и госаппарата в сфере регулирования. Многие вещи, я вам скажу, что Минсельхоз и Комитет лесного хозяйства и Животного мира, очень правильные вещи принимаются. Но население из-за того, что нет правильного разъяснения, население не воспринимает этого. И мы в этом плане выступаем буфером. В то же время здесь такая ситуация возникает. У нас будет обязательно обращение к Минсельхозу, потому что я знаю, что каждый нацпарк и каждый директор нацпарка, его, во-первых, выкорчевать у нас цели нет, но и будет непросто. Сопротивление на местах однозначно будет. Противодействие нашим этим однозначно будет. Здесь где-то придется применять те функции, которые в законе прописаны, те права, которые прописаны применять. И в этом плане, я думаю, мы должны четко понимать в этой иерархии, мы за что отвечаем и какой ответственность здесь все. Потому что я сейчас, например, даже простой пример. В Фейсбуке, если даже публиковать, зашел в общественное совет, мне сразу вопрос, а зачем? Ну, я скажу, я буду проверять нацпарк. А чем занимаются теруправления, инспекции, они чем занимаются? А чем правоохрана прокуратура занимается? И нас, как общественное организование, мы должны четко прописать функции вот эти. Иначе недоработка прокуратуры, терринспекции и нацпарков все вяжут на нас. И через год мы будем такими же соучастниками. Нас опять клеймо поставят, что общественный совет, там тоже кумовство сами там между собой. И мы не отберемся и не объясним людям. Поэтому по функциям, я считаю, очень важно нам разделить. Вообще, составляется обычная карта стейкодеров, где пишется, вот это правоохрана прокуратуры занимается, вот это терринспекция, вот это сам нацпарк, вот это комитет. И останется конкретной функцией, которой никто не занимается, но только мы можем заниматься. И мы скажем, ребята, монополия на функции, вот эти функции, там, работать с общественностью, с разъединением, это мы, общественный совет. Как СЦК, правительство сделало, служба центральной коммуникации, так и здесь. Ребята, хотите по нацпаркам защиту каких-то программ, вы делаете так, защищаете общественный совет, мы потом везде идем, ведем разъединительную работу, но после того, как мы одобрим и согласимся с вашим мнением, все, мы ведем разъединительную работу и часть ответственности берем уже на себя. За то, что, да, нацпарк правильно развивается, правильно. Тогда договорились. Две недели взять паузу, через две недели собраться этим же составом. И там мы пропишем уже в соответствии с законом эти вещи. В течение этих двух недель просьба вот Кайрату Жангазировичу направить предложение ваше, ваше визу. Мы учтем его, посмотрим на соответствие законодательству, чтобы не было конфликтов. Поэтому, чтобы завтра не было, вот как вы сказали правильно, недоверия со стороны СМИ, общественности, вот к вам именно. То есть ваше честное имя должно быть тоже для вас и для нас оно важно. Потому что мы знаем, что вы как бы ньюсмейкеры, по большому счету, те, кто стоит на острее общественного имя. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы не хотел, чтобы эта группа общественного контроля при Общественном Совете не стала инструментом расправы над кем-то. Теперь хотелось бы напомнить, что же такое, по сути, экотуризм. Во-первых, экотуризм – это познание природы и путешествия с целью отдыха в те места, которые сравнительно слабо затронуты антропогенным влиянием. Во всем мире они, как правило, представлены национальными и природными парками, резерватами и другими типами ООПТ. Во-вторых, экотуризм подразумевает наличие определенных довольно жестких правил поведения, более строгих, чем на обычных туристских маршрутах. Соблюдение их является принципиальным условием успешного развития самой отрасли. В-третьих, экотуризм характеризуется относительно слабым влиянием на природную среду. Отсюда еще одно название – мягкий туризм. Хотелось бы остановиться на вопросе мониторинга туризма. Здесь есть два существенных аспекта. Первый – мониторинг воздействий от туризма. Проводятся периодические измерения индикаторов, что позволяет собирать, анализировать и оценивать воздействия от туризма. Второе – мониторинг качества обслуживания. При планировании также определяется уровень обслуживания, который будет предоставляться посетителям. Субтитры создавал DimaTorzok